всем привет сейчас у нас такая ситуация видите сломались кнопки на башке и я щас буду доставать этот блок и менять на блок который приобретен на свалке у нас существует много свалок но в данном случае мы едем с вами на свалку где разбираются только бнв и продаются запчасти вот это специализированные свалки на одну какую-то марку и вроде бы кажется что но это дает мало заработка но посмотреть видите какой дом тут это за городом то есть это целый такой ангар здесь находится запчасти на бнв можно купить недорого двигатель и так далее мы сейчас покупаем климу и диагностика и и проверим на автомобиле конечно после покупки но здесь есть маленькая что скорее всего нам понадобится диагностика ребята вот ну естественно мы будем мы будем мы будем 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 как ее доставать эту не знаю как выдергивается сейчас потихонечку попробуем его выдернуть вот он свободно вышел и мы можем достать его достаем нашу диагностику это у нас всеми известная диагностика дс-150 сейчас мы ее называем в 3 потому что она единственная такая и у бнв находится разъем здесь где-то давайте всунем ее в разъемчик так с бнв играться особенно долго не стоит потому что у нее сами знаете при включении зажигания блоки потребляет море ампер море ампер все съела цену здесь есть лампочка вот так открывается здесь разъем и нам надо попасть сюда все разъем сидит питание получаем идет какой-то дождь град сейчас мы будем продолжать съемку ну естественно нужна программа мы эту машину можем посмотреть по bluetooth для этого нам надо будет ключи зажигания то есть блоки в принципе одинаковые давайте сначала установимся а потом уже будем установим связь а потом уже будем делать вот у меня уже включенный компьютер если видно да так давайте посмотрим что у нас происходит ну вот наша программа она у нас на номер смотрим лицензия 100 251 делаем тест для этого заходим в настройки мастерская вот шок тра-та-та делаем тест то есть если у нас не проходит значит у нас по блютузу скорее всего другой ком порт другой ком порт это где-то у меня знаю будет надо зайти в компьютер и в панель управления девайс манай и посмотрим какие у нас ком порты тут есть у их целая куча тут 33 давайте попробуем чтобы он сам нашел ком порт то есть дадим ему поиск то есть все драйвера на ком порты у нас стоят все стоит посмотрим по идее он должен по блютузу дать сигнал и диагностика наша ответить тут здесь ничего нету если так смотреть это по внутреннему блютузу я должен соединиться диагностика вот она нашла видите прошивка 1622 окей все теперь делаем тест мы уже сделали да теперь у нас будет бнв нажимаем букву б бнв пятерка пятая серия и 39 год не обязательно можно посмотреть все системы то все системы должен быть вот активирован такой значок или повода теперь можно включить зажигание я включаю видите заморгал здесь сразу включилась печка то есть мы сейчас посадим аккумулятор посадим аккумулятор тогда вот из-за этого мы и хотим поменять это будет климат у нас климат сразу заходим блок климата вот моргает пытается зайти мы зашли дополнительные что нам предлагает ничего не предлагает ему сейчас просто поменяем блок скорость вентилятора 50 процентов то есть давайте посмотрим как он работает да он начал сильнее дуть видите тесты проходят и мы сейчас сейчас будем просто менять блок то есть здесь кодировки никакой нету что нам предлагает давайте поменяем блок если все нормально то будем то есть программирование он какого-то не требует пока во всяком случае поэтому мы сейчас с вами вытаскиваем разъем вот один вышел вытаскиваем его и посмотрим будет ли он ошибку давать блоку здесь тоже такая фигня то есть он так вытаскивается теперь нам осталось разъем питания здесь ушки есть и нужно задержаться и здесь просто разъем дернем все то есть меняем блок полностью не знаю насколько он рабочий но здесь можно такое дело у нас два блока как бы есть и мы можем потом поменять просто панель видно с течением времени пластмасса рассыхается и происходит всякая фигня так теперь берем вставляем маленький разъемчик встал встал теперь вставляем теперь вставляем большой средний разъемчик он у нас встал берем этот разъемчик встал ну и этот соответственно то есть он никак по-другому не всунуть кроме как так теперь смотрим что у нас происходит включаем что они тут с этой бновой делают давайте посмотрим сейчас я включил диагностику в режиме эсэс по двигателю две ошибки по тормозам одна ошибка приборка две ошибки климат одна ошибка это дополнительные вебасты у нас нету и не она отключена как бы просто коробка передач ни одной ошибки иммобилайзер одна ошибка подушки безопасности сейчас поглядим ну и когда диагностика блоки заходит то моргает соответствующая лампочка блока по кузову нет подушка безопасности две ошибки нашел ну и теперь можно сделать распечатку этого всего дела и потом скажем в спокойной атмосфере заниматься с этим там изучать смотреть что еще как что но это конечно не значит что это диагностикой вы почините мотор берете износ клапанов цилиндров конечно это все бредяте но во всяком случае вы можете скинуть интервал ну вот в данном случае можно погасить лампочку противозаноса что наверно колесо попало на песок и еще на что то и она зажглась то есть здесь есть наручное отключение в бнв если вы знаете то есть нажимаешь отключаешь то есть вот он нам выдал такие ошибки теперь все эти ошибки можно записать у нас трехлитровый двигатель как я помню и теперь можно все это записать в пдф и сохранить допустим е 39 2001 и 39 2001 ну скажем лето лето ой чё пишу то 2018 или 8 так короче записали мы все и теперь давайте посмотрим что у нас с мотором с мотором он пишет датчик угла поворота рулевого колеса внутренняя неисправность так электронный блок управления приборка внутренняя ошибка датчик топливного бака дополнительный город нет ошибок дополнить в руле рассыпляющая е е сопла подогрев коробка передач нет ошибок этот неизвестный код написано подушки безопасность до коврика перед сидением пассажира разрыв цепи или прерывистый с нишками ну скорее все это по питанию датчик уровня разогретого масла правая фара ближнего света неисправна ну да там стоят уже самопальные фары кузовная датчик передний передатчик уровня ну вот это не соответствие и выскакивает ну противозанос то есть на в автомобиле есть датчик положения его относительно ну короче понимаете и также есть датчики и колес кузовная сервопривод системы сервотроник размыкание спинки сиденья у водителя размыкание цепи дефект контакта рулевого управления процесс регулировки так все ну что я предлагаю раз так много ошибок и просто машина была на ремонте просто взять и стереть все эти ошибки поэтому мы ну их записали и удаляем все ошибки посмотрим что будет я почему автомобиль завел потому что если я долго буду ковыряться у меня аккумулятор сядет и все труба будет то что зеленым загорается это значит ошибки стираются то что будет оставляться красным значит ошибки не стирается ну и посмотрим сейчас что творится на панели на панели у нас горит противозанос а в с вот беременный мужик пошел кузовная электроника тоже почему то абс блок остался висеть можно еще вот чем удобен этот и с режим что я могу сразу вот так вот не напрягаюсь проверить все блоки все коды неисправности он истер но неизвестно потому что на панели у меня все таки горит какие то лампочки горят ну и все теперь мы делаем перезагружаем систему поиск вообще перезагружаем и можно как бы заново смотреть и что он выдаст довольно таки быстро работает считывание по блокам ничего сказать не могу против смотрите вся панель погасла у меня сейчас смотрим ошибки вентилятор мы можем вообще выключить у нас все выключается теперь включился абс все лампочки которые относятся к абс блоку в общем мы с вами сегодня заменили пока идет поиск поговорим заменили блок климата из-за того что у него накрылись две лампочки на столе мы сейчас пойдем разберем этот блок посмотрим что внутри как эта штука вся работает тут еще видите набирается пыль все время вот здесь что это такое вот тоже мне интересно почему она здесь на так собирается и так же уже было там или я ее продул перед тем как установить здесь я вижу три светодиода которые горят то есть 2001 год уже квадратные светодиоды вот ставили и этот блок мы сейчас разберем посмотрим что внутри мне интересно конечно я думаю вам тоже и тогда уже наверно будем закруглять свой видео обзорчик по замене климата то есть на замену климата не надо никакого кодирования просто берется и меняется блок как вытаскивается очень просто я поддел ну блок и сбоку там есть зажимы вот здесь и при вытягивание они идут вовнутрь и выходит блок то есть блок весь в пыли единственная ошибка у нас сейчас выскочила по климату по тормозам ошибка по климату и вот тогда мы уже будем заходить в эти блоки конкретно это сброс масла вот не знаю сбрасывали масло или нет так тормозная система у нас датчик угла поворота рулевого колеса внутренняя неисправность идем назад так так что у нас климат климат дополнительный нагреватель у нас его просто нет какие еще ошибки нам здесь выдали датчик тормозная система хорошо давайте зайдем тормоза это у нас bnv e39 тормозная система bs диагностика так он что у нас здесь датчик угла поворота рулевого колеса внутренняя неисправность шестьдесят восемь ошибка мы ее сотрем сейчас потому что здесь как говорят делался регулировка так это у нас реальные данные так что у нас здесь регулировка что нам позволяет делать выберите кодирование блока управления есть калибровка угла поворота рулевого колеса есть то есть мы можем эту калибровку сделать и тик так тут у нас у нас дополнительный насос так хорошо датчик смотрим почитаем давайте сначала датчик калибровки углового колеса что нам тут предлагает находится на рулевой колонке или в рулевом колесе с центром переключателей zcl если автомобилем оборудован датчик угла рулевого управления имеет постоянное электропитание а при перерыве питания может включаться лампа аварийной сигнализации ABS-DCS в некоторых случаях достаточно проехать короткое расстояние со скоростью не менее 20 км в час и повернуть рулевое колесо несколько раз влево и вправо что было по аварийной сигнализации погасло если этого недостаточно вы можете выполнить калибровку угла с помощью этой функции было заменено рулевое колесо с датчиком с переключателем и был оборудован был заменен блок управления был закодирован блок управления был заменен датчик угла поворота рулевого колеса ремонт или регулировка управления или переднего моста был сделан так что геометрия автомобиля изменилась вот скорее это все зажигание включено двигатель выключен в системе нет неисправности автомобиль должен стоять на плоской поверхности с передними колесами у нас он не стоит на плоской поверхности он у нас стоит на горочке установите рулевое колесо и переднее колесо точно по направлению прямо вперед достаточно примерно на глаз выберите функцию и выполните калибровку после выполнения калибровки нужно выключить зажигание на 10 секунд чтобы занести в память эту калибровку то есть если я нажму на окей двигатель и я иду так дальше по инструкции но мне сейчас это делать не хочется это мы оставим на следующий видео обзорчик и на этом все благополучия и здравия я посмотрю я не думаю что это был в этом месте это было что это было я это это Продолжение следует...